Добрый вечер, дорогие телезрители! Прекраснейшее новогоднее настроение в эфире программы «День студентов» Чувашского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлевича Яковлевича. Яковлева, не такого, как все. И сегодня у нас в гостях лидеры студенческого медиа-центра, студенты нашего вуза Инга Егорова и Владимир Алексеев. Ребята, привет! Привет, ребята! Мы очень рады вас видеть. Вот первый вопрос. Вы всегда оставались за кадром, а сегодня вы в эфире. Какие ощущения? Рассказывайте. Честно говоря, очень страшно. Я не думала, что настолько страшно будет. Ведущие наши и гости молодцы на самом деле. Очень классно. Уютно и появилось чуть-чуть новогоднее настроение. Наконец-таки, да. Хорошо, ребят. Ваша жизнь в университете неразрывно связана с направлением, по которому вы обучаетесь. Это реклама и связи с общественностью. Как вы вообще решили туда поступать? Что смотивировало и так далее? Володь, начнешь? Так, ну, как все современные студенты, я, по крайней мере, полез на сайт нашего университета, полистал какие-то мне специальности и увидел факультет управления. О, это интересно. Закажу, смотрю, листаю, есть реклама и связи с общественностью. Думаю, что же это такое? Гуглю и в итоге не понимаю, что это. Но все равно одно сделал я вывод, что это модно по-молодежному, студенческий и так далее. Давайте, думаю, попробуем. А потом уже как поступил, все раскрутилось и стало интересно. Ты забыл добавить пункт, сравнивая, подходят ли мои баллы за ЕГЭ с вступительными баллами на этот факультет. Инга, у тебя как? А я вообще училась до этого в колледже, на бухгалтера и в общественной деятельности своей. Начала как-то интересоваться журналистикой, хотела поступить на журналистику, но не получилось. В итоге счастливый билет от ЧГПУ, факультет истории, ну, управления тогда еще, сейчас история управления права. Пришлось дать вступительные экзамены. Очень боялась, что не пройду. В итоге, к счастью, поступила на бюджет, чему очень рада. И мне очень нравится сфера, в которой мы занимаемся. И в итоге ты не бухгалтер? Нет, я не бухгалтер. А вот, ребят, вот помимо учебы, вы занимаетесь какой-то общественной деятельностью в университете? Либо занимались раньше? Потому что вот сейчас четвертый курс, может, времени не хватает. Ну, на самом деле, да, сейчас диплом, мы готовимся к диплому, начинаем уже думать над темой, точнее, уже выбрали тему. И на первом-втором курсе еще было времени побольше, чтобы заниматься общественной деятельностью. Я волонтерской деятельностью занималась раньше, а сейчас больше нацелена на профессиональные знания, получение навыков в своей сфере. Поэтому все силы и время брошены туда. Больше всего времени я уделяю любимым нашим медиа-центрам ЧГПУ. Ну, а так, параллельно, я являюсь заместителем, руководителем ХЧГПУ. Это интеллектуальный клуб, где мы проводим для студентов интеллектуальные игры. Отлично. Вот мы поговорили про медиа-центр. Сколько уже ему лет? Ну, на самом деле, достаточно молодая наша деятельность. Мы больше полутора лет занимаемся в этой сфере, в нашей команде. Что еще сказать? А с чего вообще началась эта деятельность и чем на данный момент живет студенческий медиа-центр Студбайн? Ну, с чего началось? Это с небольших съемок. Мы попробовали себя в разных направлениях медиа сначала, как просто, ну, не умеяли ничего делать, просто пробовали. А сейчас уже стараемся как-то увеличивать свой уровень, развивать точнее себя. И приглашаем даже спикеров каких-то, чтобы обучаться. А вот смотрите, вот нашему медиа-центру уже как бы больше года. И вот какие вы можете самые яркие достижения рассказать вот нашего медиа-центра? Потому что, я думаю, их немало. Ой, ну так сложно сказать, на самом деле. Главное достижение это то, что у нас есть сплоченная, дружная команда. Ребят, которые друг друга поддерживают, которые стремятся и хотят делать все лучше и лучше. И мне кажется, это самое главное. Без команды нет никакой деятельности. И хочу сказать спасибо нашим ребятам, нашей команде, что... Махай им. Привет, они все смотрят, конечно. Привет всем. Вы очень классные. Мы молодцы. Мы, надеюсь, мы будем дальше вместе двигаться. И наши успехи будут приумножаться. Кстати, у нас есть фотография нашего, как бы сказать... Нашего Black Star, только по ЧГП-ушному. Да, поближе покажи наших героев. У нас прекраснейшая фотография. Недавно ребята ходили на всеобщую фотосессию. И, кстати, Володь, у меня для тебя следующий вопрос. Мы поговорили про успехи, достижения. А вот какие у тебя были вот ляпы за эти полутора года работы, которыми ты уже сейчас можешь поделиться? Было их немало, но мы, как говорится, учимся. Я поэтому тебя и спросил. И, соответственно, был такой один неприятный момент со съемок соревнований «День душбы народов» фестиваль. И, соответственно, я засмотрелся на девчонок, которые выступали в физико-мантиметическом факультете. И забыл поставить кнопочку «плей» на камеру. Но мы извинились, и все нас поддержали. Весь наш университет поддержал. А ты нашел ту девчонку, на которую засмотрелась? Искал, но не получилось. Но, надеюсь, мы ее обязательно найдем. На самом деле у нас много было таких ситуаций, когда терялись флешки, или они форматировались случайным образом, или у нас зарядка садилась и так далее. Но эти все случаи, они подковывают нас дальше, чтобы мы на ошибках своих учились, и в следующий раз не было таких. Эти случаи остаются в памяти коллектива, да? Да, да. Как отдельная полка. Так, ребят, медиа-центр меня заинтересовал. А как, собственно говоря, туда попасть? Условно, студенту Чуварского государственного педагогического университета, либо простому... Первокурснику. Первокурснику, может, даже из другого возраста. На самом деле, в этом году мы впервые провели небольшой, так сказать, отбор нашей ряды, потому что желающих было достаточное количество, нужно было понять, кто на самом деле хочет попробовать себя в каком-то направлении. Будь то фотограф, видеограф, дизайнер, корреспондент. Или же кто-то просто, ну, кому-то просто интересно, и он дальше не планирует. Поэтому мы провели небольшой отбор, выяснили мотивы ребят, почему они хотят этим заниматься. И сейчас, после этого отбора, у нас сформировался костяк, команды, которые дальше, я думаю, будут продвигать медиа-центр вперед. Ребят, смотрите, вы формируете новости о ВУЗе, и сейчас рубрика новости о нашем ВУЗе. Смотрим. За большой личный вклад в установление имен погибших и судя пропавших без вести военнослужащих, знаком за отличие в поисковом движении второй степени, награжден Мясников Николай Станиславович. Командир поискового отряда память. Наш университет стал обладателем гранта на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики и цифровых технологий в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Кампус ЧГПО – это профильная смена для школьников с 12 до 18 лет по углубленным изучениям математики, информатики, физики. Там будут несколько направлений, в ходе которых будут решаться кейсовые задачи и защита этих кейсов на итоговом дне. Особым гостем у нас будет иностранный представитель из Швейцарии. Сейчас он является инженером-машиностроителем в технической поддержке у себя в Швейцарии. Он покажет те достижения, которые у них были с ребятами в ходе обучения и покажет, кто, чем он занимается на работе. 17 декабря состоялся новогодний ректорский бал ЧГПУ. Прекрасная традиция в преддверии Нового года окунуться в неповторимую атмосферу праздника, танца и классической музыки существует в педагогическом уже не первый год. Уже третий год вы поражаете наших студентов своими великолепными танцами. Как вам вообще ощущение того, как вы танцуете? Сложно ли вам танцевать? Любите ли вы это? Ну, поражаете, конечно, круто сказано. Вы поражаете! Но, наверное, это интересно смотреть на преподавателей, как они вальсируют, не забыли ли студенческие годы. Это, конечно, здорово. Мы тоже в свое время наблюдали за нашими преподавателями. Но таких грандиозных традиций, конечно, у нас не было. Но волнение всегда есть, потому что вспоминаешь студенческие годы, вспоминаешь трепетом, с волнением. Это, естественно, потому что это самые лучшие годы. 17-18 декабря в Нижегородском государственном лингвистическом университете прошел 10-й международный фестиваль национальных культур в этом мире большом. На фестиваль съехались представители из 50 стран мира, в их числе участницы хореографического ансамбля «Назинин» из нашего университета. 19 декабря прошла встреча студентов старших и выпускного курса факультета истории, управления и права с ведущим инспектором отдела профориентации и организацией профессионального обучения Центра занятости населения Чувашия по вопросам профессиональной ориентации и самопрезентации при трудоустройстве. Так, Диана, ты не потеряла еще новогоднего настроения? Нет, она всегда со мной. Отлично. Тогда мы двигаемся дальше. У нас есть елка. Да, давай, пошли, пошли. Окей. Так, ребят, смотрите. О чем мы хотели спросить? Тот пять самых ярких событий 2019-го уже уходящего вот-вот года. В университете? Конечно, это традиционная студвесна. Премия «Лучший выпускник», где мы чествовали самых крутых ребят этого года выпуска. Потом «Агадуй», наверное, я скажу, потому что традиционный праздник. День дружбы народов и перловка. Тюберей студенческого клуба. А, ну да. Володя, а мы сейчас проверим твои знания как пиарщика. А вот ключевые топ-5 ярких событий года в мире? В мире? Так, ну, скорее всего, тут поговорю о своих трендах, которые больше всего со мной связаны. Это мемчики, челленджи и так далее. И бордовый цвет. Да. Первый – это малыш Йода. Все его любят, все хайпятся и так далее. Все его полюбили. Также «Тен Йорс Челлендж». Когда люди показывают фотки, как они были 10 лет назад и как сейчас, соответственно. Также, скорее всего, можно вспомнить успешное выступление наших футболистов в этом году. И выход в чемпионат Европы футбола. Давай вот на этом закончим на позитивной ноте. Рассказывать о ярких событиях. Пожалуй, вот этого предостаточно футболиста. Радуйте нас дальше. Диана, поехали дальше. Так, Инга, ты принимаешь активное участие в университете. Твоя фотография даже на доске почета в нашем университете бесит, да. И мы знаем, что ты ездила на многочисленные форумы. Ну вот в разные города. И вот к тебе вопрос. Три форума, которые тебе запомнились и чем? На самом деле, это очень классная тема. Потому что, наверное, одна из причин, почему я продолжила учиться в научном отделении, в учебном заведении, это то, что можно... Можно ездить на форумы, путешествовать по России и, соответственно, даже почти не вкладываться в это. То есть все равно спонсирует кто-либо, если честно сказать. И, конечно, форумы – это не только крутые поездки в другие города, но и масса знаний и новые знакомства. Потому что, если ты не будешь знакомиться с такими же ребятами, как ты, которые занимаются в твоей сфере, что-то изучают, ты не будешь развиваться, на месте будешь оставаться. И три, наверное, форума последних, которые я отмечу – это «Территория смыслов», которая проходит летом. Она сейчас в Московской области проходит. Тоже направление у нас было информационной технологии, точнее смена. Второй форум был в Твери, назывался он «Медиалимк». Это форум для создателей видеоконтента, где мы учились создавать видеоистории. Разные структуры смотрели, соревновались между собой. У нас были конкурсные задания, кейсы. И мы должны были по итогу сделать командный кейсовый ролик, который оценился. И третье, наверное, это в Казани форум «Медиа весна». Почему «Медиа весна»? Потому что это связано со российской студенческой весной. Мы готовились к участию в конкурсных заданиях по направлению журналистика российской студии весны. Вот это самые классные форумы за последнее время. Я считаю, это очень здорово на такие форумы ездить. Я еще не была, но, надеюсь, в будущем получится. Володя, знаешь ли ты, сколько уже выпусков программы «День студента» с нашим вузом вышло на наши экраны? Скорее всего, я думаю, это сороковой выпуск. Сороковой выпуск – это действительно правда. Помнишь ли ты наш первый выпуск? Есть ли разница вот так, с первого эфира и до сорокового? Конечно. То есть в плане поведения самого эфира мы стали более ответственно подходить к этому делу. У нас теперь есть сценария, соответственно, и по идее, и интерактивы. И с гостями тоже мы, соответственно, работаем. Как-то психологически настаиваем их на прямой эфире. Как придумать идею для интерактива? Ну, тут, наверное, больше твоя насмотренность. Нужно листать ютубчик, смотреть разные социальные сети и так далее. Отлично. Ютубчик, хайпчик. Сразу видно, будущий СММчик растет. Вот. Мне еще интересно. В нашей группе ВКонтакте мы выкладываем почти каждый день какие-то новые посты, и нужно придумывать новую идею. И какие посты больше лайков набирают? Вот что популярно сейчас у студентов в нашем университете? В основном лайкаются видеозаписи, но отрадно видеть то, что в последний момент, в последнее время, у нас начали активно продвигаться также текстовый контент. То есть тексты тоже до сих пор студенты читают и любят. Хорошо, отлично. А как вообще в целом быть руководителем такой огромной структуры, и можно так сказать уже, как студенческий медиа-центринг? Как можно все успевать, вот это все, и руководить ребятами, при этом соблюдая дружеские отношения в том числе? Очень сложный вопрос. Нет, наверное, какой-то теории, в которой я придерживаюсь. То есть я просто стараюсь максимально со всеми контактировать, общаться не просто по делу, но и в свободное время. Как-то мы хотим устраивать, точнее, мы стараемся устраивать корпоративные мероприятия, собрания почаще, чтобы не только наметить свои планы, стратегию на будущее, но и познакомиться, рассказать друг другу какие-то истории. Например, вот недавно ходили на фотосессию, где мы тоже узнали друг о друге побольше. Некоторые ребята, которые не были знакомы друг с другом, познакомились, и уже обстановка стала более такой лайтовой, дружеской. Какая новогодняя тематика актуальна сейчас у медиащиков, например? Как вы думаете? Ну, я думаю, это инстаграм-маски. Инстаграм-маски, да? Отлично. Поехали дальше. Какие планы вообще на 2020 год тогда у нас примерно? В плане контента мы хотели бы разнообразить подачу, то есть собираемся запускать подкасты, то есть новый формат. А что такое подкасты, да? Потому что многие не знают. Я недавно узнала, что такое подкасты. Это звуковые выпуски, где мы приглашаем гостей, общаемся с ними непосредственно также в виде интерактивов, но без, как говорится, визуального эффекта. Как раз-таки на форуме в Казани нам сотрудница ВКонтакте рассказывала, что подкасты – это перспективное направление в медиа-сфере, именно ВКонтакте, в сообществе, потому что они очень продвигают подкасты и советуют всем молодым медийщикам развивать это направление дальше. Итак, ребята, ну что, наверное, мы можем перейти к интерактиву нашему сегодняшнему. Мы вас сейчас поспрашиваем, насколько вы ознакомы вообще с событиями, которые происходили у нас в УЗИ. В течение года. В течение года это будет происходить следующим образом. Итак, ребята, вот как вы думаете, на каком мероприятии нашего ВУЗа могла произойти вот такая вот ситуация? На самом деле я сначала подумал, что это какой-то именик Титаника, но, скорее всего, это… Точнее, его взгляд снизу. Скорее всего, это школа активов первописников. Ну или, да, какая-нибудь школа активов на базе. А как вы думаете, чем они здесь вот занимались? Изображали какое-то произведение подружным следствием. Как тяжело быть первописником. Окей, поехали дальше. Давайте тогда я следующую покажу. Вот такой у нас фрагмент. Откуда это могли вырезать? То есть какое-нибудь приятие? Ну, помним, это отлично. Володя даже был участником создания мемы на эту тему, да? Ведь это студвесна. Да, выступление технолого-экономического факультета. Они, как всегда, в своем репертуаре, я скажу. Куда в итоге ребята-то отправлялись? Скорее всего, они штумовали общежитие, но это шутка. На самом деле мы, к сожалению, не помним, что они там делали. Окей, двигаемся дальше. Что здесь мы сейчас скрыли под этой надписью? Так, возможно, там написано Суранов. А кто такой у нас Суранов? Давай, расскажи. Почему вот именно вот этот мем «Я, мы, Суранов»? Это связано с юбилеем студенческого клуба, 35 лет. Выступала у нас КВН «Общага». И они вот представили такой перформанс, где поздравили Валерия Геннадьевича с таким праздником. Угу, поехали дальше. Кстати, был на юбилею студенческого клуба? Да, мы его вместе проводили с нашей ведущей Юлей Чиржи. Это я тебе проверила. Так, следующая картинка. Вот, кого мы скрыли под знаком вопроса? Это, скорее всего, Миша Павлов. Я тоже так же. А как вы поняли по этой модной кожанке? Я поняла по печальному кольцу. Даже так? Ничего себе. Казалось бы, обращать надо внимание на лицо или на браслетик ЧГПУ. Окей. Ну и дальше у нас следующий вопрос будет связан как-то с мировой тематикой. Как вы думаете, кого здесь пародируют на этих фотографиях? Ну, судя по знаменитой лестницам в фильме, это, скорее всего, Джокер. Да, вот пока мы, кстати, зашли о теме фильмов, как вы думаете, какие фильмы в 2019-м можно посмотреть? Какие можете посоветовать? Я как медийщик посоветую обязательно сериал. Не фильм, а сериал, конечно, не 2020 года, пораньше чуть он вышел. Сейчас новый сезон в этом году «Черное зеркало». Он связан как раз с новыми технологиями о том, как они влияют на нашу жизнь и чем это грозит, с какими опасностями. Володя. Ну, у каждого свои вкусы, я не буду, как говорится, кому-то навязывать их, кому что нравится. Как-то вот так вот. Хорошо, окей. Так, конечно. Двигаемся. Тогда дальше. И у нас остается все-таки такой логичный, наверное, вопрос. Сколько у вас сейчас в команде находится человек, условно? Если всех считать, кто хотя бы несколько раз принимал участие в съемках, был оператором или фотографом, то около 30-40 человек. Постоянный костяк – это 15-20 человек, конечно. Остальные ребята, по возможности, приходят с других корпусов, когда они могут снимать мероприятия. Стараемся поддерживать такой состав. А что ребята получают во время работы в студенческом медиа-центре? Они тратят определенное количество времени, усилий, в том числе умственных и креативных. Что они получают взамен? Ну, это, наверное, вопрос больше даже к ним. Но многие ребята говорят, что им интересно попробовать себя, во-первых. Во-вторых, некоторые хотят дальше в сфере какой-либо себя продвинуть. Если создание видео, то они хотят набраться опыта, чтобы проходить уже на более серьезный уровень какой-то. И просто интересно деятельность, мне кажется, их привлекает. Окей, тогда смотрите, ребят. Мы опять же говорили, что вы в основном, ваша работа в программе «День студента» как-то остается в тени. Вы не попадаете в кадр. И сейчас у вас есть прекраснейшая возможность задать пару вопросов нам как ведущим. У вас что-то интересует? Да, у нас есть на все это. У нас есть интерактив. Интерактив мы подгоняем. Мы тоже, как бы, ответочки вам кинем. Хорошо, давайте попробуем. Потом решим, чем лучше будет интерактив. У нас есть эмоди-интерактив. Кажешь, я объясню. Тут искры. Песня, получается, эктактопритетра. Это песня. Я вижу эти... Витаминки. Витаминка, да, это тема белорусских. Это точно? Да. Песня витаминка. Да, же вроде, да? Да. Хорошо, верно. У вас есть сейчас возможность прекраснейшая сделать не по интерактиву, а задать вопрос один, какой-нибудь, по нашей сфере деятельности. Давайте. Если у вас такой... Так, у нас есть такой вопрос. Я спрошу, вот как вы справляетесь с волнением, потому что я вот еле как справилась. Ну, на самом деле, Инга сегодня прекрасно провела этот эфир. А с волнением мы справляемся обычно. Кстати, я где-то читала лайфхак, чтобы не волноваться. Да, но вот перед эфиром я пожевала жвачку. Ну, то есть, когда ты жвешь, теперь ты спокойнее становишься, организм думает, ты кушаешь, и все хорошо, как бы, у тебя в жизни. Вот. Это запоминается. Кушать это самое главное. Мне это помогло. Вот вам, друзья, на заметку, если перед Новым годом или перед боем курантов вы волнуетесь, то налегайте на салатики. Это был поскрайний выпуск программы «День студентов» в этом году. И мы, конечно же, хотим поблагодарить от всей души Чуварское национальное телевидение за сотрудничество и редактора Юлию Важенину, которая берется за нас, которая нас курирует. И мы прекрасно справляемся с нашей работой и выпускаем вот такие качественные видео. Да, с новыми силами, больше интересных эфиров у нас будет, гостей и интерактивных. Ну, а мы, как представители все вместе студенческого медиа-центра, вам обещаем, что это все будет, друзья. До скорых встреч, пока-пока, счастливого Нового года!